Здравствуйте! Меня зовут Дарья Астанина, и я одна из тех, кто знает «Петербург меня ждал». Если ваша любовь к этому городу ответна, вы почувствуете это сразу. Он одарит вас цветом лица, под стать свету петербургского воздуха, подарит пару спасительных кофейн и будет на каждом шагу подсовывать таких, как вы. Любовь с первого взгляда случилась с Петербургом и у моей коллеги Марии Кокауровой. И чтобы не потерять это острое чувство, она практически живет на вокзале. Хранитель ленинского паровоза, главный подачником и единственный железнодорожный узел, работавший в блокаду. Сегодня мы прибыли на финляндский. Финбан – так вокзал именуют все местные. Дореволюционное прозвище сложилось от двух сокращений немецких слов – «финиш» и «бан» в переводе «финляндская железная дорога». Правда, не местному может прийти и другая ассоциация. Из-за огромного потока дачников, да и просто фанатов пейзажа Ленобласти, летом в электричках душно, как в бане. Огромным пригородным хабом финляндский становится во времена хрущевской оттепели, когда в стране начали заново развивать дачную жизнь. И вот тогда появляется новый финляндский вокзал. Это одно из самых больших железобетонных зданий того времени. Он становится крупным железнодорожным узлом, обслуживающим ветки, охватывающие практически всю Ленградскую область. И, собственно, поэтому и возрастает здесь пассажиропоток. И до 80-х годов, до 90-х годов дача – это способ поддержать свою семью. В годы застоя Финбан был одним из самых загруженных во всем Союзе, сразу после Ярославского вокзала в Москве. Традиционное место встреч отъезжающих – у паровоза. Революционный транспорт здесь тоже со времен оттепели. В 57-м году, к юбилей революции, Финляндия дарит Ленинграду этот уникальный сувенир. До начала 50-х годов в Финляндии он работал, то есть он реально использовался, он был задействован, он водил пригородные, ну, по сути, электрички, да, пригородные поезда неподалеку от Хельсинки. Правда, свои знаменитые апрельские тезисы Ленин провозглашал не с этого паровоза, а с броневика, с пулеметом под Марсельезу и игру прожекторов на грузовиках. Владимир Ульянов приехал сюда в 17-м, а уже в 24-м его революционным именем назвали эту площадь. Вообще, у вождя кармическая связь с этим местом. Володя Ульянов и вокзалы родились в один год, а улица, на которой находится Финляндский, первоначально называлась Симбирской. И родной город революционера – Симбирск. В годы войны у Финбана особая героическая роль. Это был единственный действующий вокзал в Ленинграде. Все остальные железные дороги были отрезаны фашистскими войсками, так что эти пути стали для жителей спасительными. По ним в город доставляли продовольствие и вывозили людей. Через три дня после прорыва блокады, то есть с 21 января 43-го года, начали строить временную железную дорогу. Построили дорогу за три недели. 6 февраля 43-го года по дороге был пущен первый проверочный поезд, а 7 февраля первый полноценный эшелон с продовольствием. Рассказать о своей довоенной жизни Финбан сможет лишь по нескольким небольшим, но заметным фрагментам. Этот кусочек от старого здания вокзала, которое еще 150 лет назад возвели Фины, ищите в западной части, а затем сворачивайте на Боткинскую улицу. Здесь находятся несколько жилых корпусов в духе северного модерна, и даже еще слышны гудки поездов. Дома выстраивали для финнов, тогдашних низших служащих железной дороги, кондукторов, машинистов и мелких чиновников. Здание было построено в основном для житья небольших семей, поэтому здесь двух- и однокомнатные квартиры. Собственно, больше себе, наверное, низший чин Тринлянской дороги ты не мог позволить. Тем не менее, дом был максимально удобным. И в наши дни этот дом является украшением выборгской стороны. Такой, как будто бы замок, появившийся рядом с вокзалом, украсил и площадь, и сам вокзал. И Ленин такой молодой, и финляндский, кажется, уже никогда не постареет. Здесь приезжий найдет самый разный Петербург. Бунтарский, стойкий и вместе с тем совершенно беззаботный. Выбирайте амплуа города по душе и ищите Неву. А куда дальше, рыбаки подскажут. В начале 20 века в наш город часто приезжали для того, чтобы вытворить что-нибудь эдакое. И Владимир Ильич Ленин – лишь один из таких примеров. Ведь почему-то Казимир Малевич именно здесь, в Петербурге, закрашивает холст черной краской. А Всеволод Мирхольд выбирает именно петербургские подмостки, чтобы мельпомена вздрогнула. О режиссере, решившем, что театр будет начинаться не с вешалки, Анастасия Квасова. Петербург, начало 20 века – идеальное место для экспериментов. Интеллигенция пропадает на спиритических сеансах, поэты создают новые направления. В политической жизни страны на авансцены выходит пролетариат. Именно в такой Петербург в 1905 году приезжает молодой режиссер Всеволод Мирхольд. Он привозит к городу еще один эксперимент – новый русский театр условности. Он уже знает, что такое театр. Играл в МХТ, учился у Немировича Данченко, работал со Станиславским и устал от классического театра. Прошло время театра волшебства, настало время театра ремесла. Сейчас в революционном Петербурге люди переделывают жизнь. Они хотят видеть ее настоящей, неровной, с торчащими швами и нитками. Так честнее. Мирхольду остается только найти материал, с которым он покажет театральному Петербургу эту жизнь. В руки режиссеру попадает только что дописанная пьеса Блока – революционная, энергичная, авангардная. Так, спустя несколько месяцев в репертуаре театра Комиссаржевской появляется новый спектакль – «Балаганчик». Зритель будто попадает не на премьеру, а на генеральный прогон. Механизмы сцены не спрятаны за декорациями. Реквизит работники сцены меняют прямо во время действия, а сами актеры играют неприлично близко к зрителю, практически на краю рампы, со светом которой то и дело играет пьеро, разрушая границу между залом и зрителем, показывая – нет никакой магии. Театр – рутинная работа обычных людей. Все происходящее на сцене условно. После премьеры критики назовут Мирхольда пижоном, который скоро наиграется и забытым уедет в провинцию. Но у режиссера другие планы. Он собирается продолжать эксперименты. Мирхольд заявляет, театр может начинаться не с вешалки, а с ресторанного столика. Он арендует зал в особняке Шебека и ставит в нем свой новый спектакль «Шарф Коломбины». Зритель приходит будто в кабаре. На сцене действия, под носом официант разливает шампанское. Так зритель невольно становится участником спектакля, циничным наблюдателем, который произносит тост, пока у персонажей на сцене разбиваются сердца. Об экспериментах Мирхольда узнает уже весь театральный Петербург и директор императорских театров Владимир Теликовский зовет его работать в Александринске. Мирхольд решает ставить маскарад Лермонтова с имперским размахом. Нанимает лучшего театрального художника Александра Головина, который рисует ему 4000 эскизов. Театральные цеха изготавливают по 5 занавесов на каждую сцену. Режиссер набирает 200 человек хора и лучших актеров труппы. Спектакль готовят 10 лет. Премьера выпадает на день февральской революции. И как вся труппа хотела прогреметь премьерой на весь город, так в городе именно в этот день противостояние рабочих и царской полиции захлестнуло Петроград уже неукротимой волной. Зритель в зале, а в городе императорские войска массово переходят на сторону восставших, и Александринский театр остается последним островком светской, красивой и былой жизни. Ни одному режиссеру в нашем городе так больше не повезло. Его постановка стала красивой чертой между старым и новым миром. Сегодня снова, спустя 100 лет, в этих стенах играет Мейрхольдовский маскарад. А значит, новаторство Мейрхольда вошли в культурный код режиссеров. Ведь это с его руки хорошим режиссерским тоном в Петербурге стали бунтарство и эксперимент. Раньше отличить коренного от приезжего было очень просто. Спрашиваете на улице, как куда-то пройти, и если в ответ получаете не только маршрут, но и полную историческую справку, перед вами местный. Сегодня все спрашивают дорогу у смартфонов, однако коренные жители по-прежнему безупречно знают свой город и готовы устроить экзамен приезжим. В чем особенность постройки Александровской колонны? В том, что она самая высокая в России и Петербурге. Небо держать, не знаю. Она стоит без каких-либо укреплений, и инженер потом еще очень долго ходил вокруг нее, доказывал всем, что она не упадет. Ну, вероятно, в том, что она выше всего. И Архангел Михаил возносится над прекрасным и чудесным городом. Ее необходимо было перевести так, чтобы ее целостность не была нарушена, поскольку я помню. Эта колонна никак не закреплена, и она держится под силой тяжести собственного веса. Основная часть Александровской колонны – гранитный ствол – держится только за счет собственного веса. Это более 600 тонн. А Гюсту Монферрану пришлось разработать целую операцию, чтобы доставить такой кусок скалы из Финляндии в центр российской столицы. Установка монолита на пьедестал стала отдельным событием. На площади установили помосты для зрителей, чтобы все желающие могли оценить чудо инженерной мысли. Между какими двумя станциями Санкт-Петербургского метрополитена планировалось построить еще две другие? Ветка 2 и 3. Ну пусть будет Васька и Невский гостин двор. Возможно, Спортивная и Приморская. Я бы, наверное, построил между Чернышевской, но там вода, ее нельзя построить. Невский проспект и... Площадь Востаня. Между станциями площадь Александра Невского и Геннезаровского. Между станциями площадь Александра Невского и Елизаровская 4 километра по прямой. На этом участке в 60-е годы предполагали построить еще Смоленую и Хрустальную. Но от этих проектов отказались. Было важнее протянуть транспортную ветку ниже, поближе к заводам вдоль Большой Невы. Так что сегодня о прежних планах строительства подземки напоминает только непривычно длительное, в сравнении с другими перегонами, время в пути между двумя станциями зеленой ветки – целых пять минут. Скажите, пожалуйста, что до революции выращивали в ботаническом саду? Кофе. Ну, наверняка растения. Цветы. Что-нибудь очень буржуазное. Роза. Марихуану. Возможно, марихуана. В ботаническом саду выращивали целебные травы, которые потом использовали в больницах для лечения людей. Изначально ботанический сад был аптекарским огородом. Петр I велел обустроить в новой столице России специальное место для выращивания лекарственных трав. Поэтому и весь этот остров петроградской стороны стали называть аптекарским. При императоре Александре I сад стал научным учреждением, а в 1925 году – главным ботаническим садом Советского Союза. А почему улица Некрасова называлась бассейной? Это из-за произведения рассеянной с улицы к рассеянной. Наверняка из какого-нибудь здания сделали общественный бассейн, как это было в Москве, с храмом Христа Спасителя. Наверное, потому что Некрасов жил, и ему еще не по статусу было, чтобы у него была в распоряжении целая улица его имени. Возможно, здесь располагался городской бассейн. Через улицу подавалась вода к летнему саду, к фонтанам летнего сада. Эта улица известна еще с первой половины 18 века. Она вела от Литейного проспекта к искусственному бассейну-накопителю, питавшему фонтаны летнего сада. Сейчас на его месте сад Прутки. Так что историческая память о водоеме продолжает жить, как и старое название улицы, которое сто лет назад увековечил Самуил Маршак, зарифмовав бассейную и рассеянного. Какое здание в Петербурге было построено самым первым? Что-то правительственное, наверное. Пусть будет какая-то камера. Семний дворец. Петропавловская крепость. Самым первым. Петровский домик, я хочу в это верить. Домик Петра Первого? Домик Петра Первого. Первым в Петербурге был построен дом для царя Петра Первого. До наших дней он сохранился практически в первозданном виде. О сохранности государево жилища позаботилась еще в 18 веке Екатерина Вторая. При ней домик одели в камень, а впоследствии заменили на кирпич. В 1930 году домик стал музеем, пунктом обязательной туристической программы, где каждый удивится, что царь 4 года жил фактически в фрущевке, в трех комнатах общей площадью 60 квадратных метров. Построить в этой точке, на этих берегах, блистательный город – это был, конечно, вызов. Со времен Петра город в постоянном авангарде идей. Здесь открывается первый университет, здесь изобретают телеграф, здесь выходят в первый прямой телевизионный эфир. Словом, и до, и после 1917 года здесь случаются революции. Об одной из них расскажет Анна Коновалова. К середине 19 века в России уже совершено первое кругосветное путешествие. Открыта неевклидова геометрия, а в медицине активно используют эфирный наркоз. Отстает только химия. В своих лабораториях ученые сталкиваются со множеством элементов, но изучено до сих пор только 63. И те никак не систематизированы. Попыток ускорить химический прогресс было много. Одни ставили на атомную массу и пытались сгруппировать все элементы, разместив их по возрастанию. Другие рассчитывали на химические свойства и разбивали элементы на группы по их сходству. И только профессор кафедры технической химии Петербургского университета смог найти гармонию периодического закона в связи одного с другим. Это была революция. Это был Дмитрий Менделеев. Из родного Тобольска его тянуло в центр научной жизни, конечно, Петербург. Тянуло даже, когда пришлось уехать в Одессу, чтобы поправить здоровье, подкошенное столичной погодой. Менделеев вернулся сюда, в Петербург, чтобы преподавать, выпускать профессоров и академиков, но главное — двигать столичную и всю отечественную науку. И прежде чем сдвинул и мировую, он издал первый в России учебник по органической химии, изобрел бездымный порох и создал свою теорию растворов. Петербургский ученый был не первым, кто пытался сгруппировать составные части Вселенной, но он был первым, кому удалось. Искусственное устройство живой природы Менделеев выразил в периодичности системы. Все циклично, все повторяется. Также периодически повторяются и химические свойства элементов. И выходит, что калий, например, похож на натрий. В тор, на хлор и даже у золота есть химические сходства с серебром. В этом был главный прорыв петербургского доктора наук. До сих пор этой периодичности не мог выявить ни один классификатор ни в России, ни в Европе. В 1869 Менделеев представил схему периодической таблицы. Она, кстати, не приснилась ученому, а появилась из 63 карточек с названиями всех известных элементов и их значениями. Сначала ученый расположил их по порядку, а к 1 марта 1869 года они уже выстроились в 6 вертикальных и 19 горизонтальных рядов. Руководствуя своим законом, Менделеев даже исправил некоторые показатели элементов, которые до сих пор считались общепринятыми, а оказались ошибочными. Теперь, как только все сведения о химических элементах объединены в систему, химия из описательной науки стала точной. Спустя год работы над таблицей, Менделеев добавил пустые клетки. Элементы еще не были открыты, но система уже указывала на их наличие. Благодаря таблице можно было отследить непрерывность развития материи. Таблица открыла возможность научного прогнозирования. По координатам элемента и его месту в системе можно определить его атомную массу и основные свойства. Так Менделеев предрек появление 11 новых элементов, включая Галий, Скандии и Германий, подробно и с завидной точностью описав их свойства и соединения за 5 лет до открытия. Петербургская таблица Менделеева тут же разлетелась по европейским научным журналам и очень скоро стала мировым прорывом. Но Нобелевскую премию ученый так и не получил. Дважды более значимыми признавали открытия немецкого и французского химиков. А третьего раза, когда премию предложили разделить с итальянским кандидатом, Менделеев не дождался. Посмертно Нобелевскую премию не присуждают. В 1907 году ученый ушел из жизни, а его таблица, в научном смысле практически сама жизнь, осталась. Открытие называют путеводной звездой для исследований в области не только химии, но и физики, техники и минералогии. Сегодня эта звезда на всех учебниках химии, во всех списках величайших открытий в истории цивилизации и в голове у каждого академика-химика. Но таблицей Менделеева ее называем только мы. За рубежом это просто периодическая таблица элементов. ЮНЕСКО уже третий год рассматривает вопрос об официальном присвоении открытию имени петербургского ученого, чтобы официально зафиксировать, как Петербургская научная революция стала национальным и в этот раз мировым достоянием. Все знают, как Петербург неравнодушен к Италии, но не всем известно, насколько это взаимно. Анастасия Комова о жителях Аппинин, которые осели на берегах Невы и ни разу об этом не пожалели. Я просто в шоке, как моя подруга скажет, сырная рыба. Много ресторантов делают кривейки пасты с сыром, и это неправильно. Каждый четвертый россиянин предпочитает итальянскую кухню любой другой. Правда, как считает Пауло, русские обращаются с итальянскими рецептами слишком вольно. Вот уже пять лет повар из Павии кормит петербуржцев настоящей национальной едой. Нет, ананас пицца, нет, пожалуйста, ананас пицца, нет, это аван, авоян, американский, это шо микс. Здесь тоже есть много ресторантов итальянских, которые не делают пиццу правильно. Это много сакар на тесто, это качипури, извините, пожалуйста. Это качипури, это не пицца. О, не знаю, но, может, пепперони, это не итальянский. О, куриный песто, аутентичка итальянская пицца. Нет, итальянская пицца выпекается при 350 градусах. Но в петербургском климате работать у печки может быть даже приятно. И вообще, холодная погода многим итальянцам по вкусу. Федерико провел в Петербурге уже 12 зим и 12 лет. И в отличие от коренных, претензий к климату северной столицы не имеет. Мне нравится, что в Петербурге никогда не бывает слишком жарко. Потому что я терпеть не могу жару, несмотря на то, что я родился на Сардинии, где бывает очень высокая температура, скажем так. Но, на мой взгляд, проще выносить холод, потому что можно хотя бы одеваться. А снять шкуру, чтобы было свежее, невозможно. Последняя рубашка – душа на распашку. Итальянцы давно убедились, что русские поговорки абсолютно достоверны. За шесть лет в Петербурге Эуджениу незаметно для себя перенял русскую участливость. Для меня было специфично, что русские во время разговора делают так. Это угукрут. И я тоже так начал делать незаметно. А потом, когда после уже шесть лет, да, живу тут, в России, приехал домой в Италию, и моя мама мне просто сказала, вот почему ты делаешь так, когда я с тобой говорю. И я там заметил, что вот немного взял такая привычка. Вы уважаете больше чужое личное пространство. А мы вот делаем так, вот открываем больше, да. И даже я помню, когда я уже лет восемь жил в России, когда я вернулся в Италию, моя тетя мне говорит, мне кажется, ты изменился. Ты как-то, мне кажется, ты стал русским. Ты обрусел. Они обрусели настолько, что даже стали пить чай. В итальянской картине мира этот напиток отсутствует. Но петербургские итальянцы обожают долгие посиделки за чайным столом. После ужина надо обязательно пить чай с вареньем, со сладостью. Мне это очень понравилось. Это как цель, церемония, которая обязательно должна быть после обеда. И я тоже стал сейчас ждать, когда закончат ужин. И можно пить чай с вареньем, со сладостью. Это очень приятно. Мы, конечно, привыкли, что если итальянцы в России, то это всегда приключения. Да еще и невероятные. Но на деле все иначе. Для эмоциональных южан Петербург оплот спокойствие. Их горячность и наше хладнокровие так гармонично дополняют друг друга. Наверное, поэтому они и выбрали наш город в качестве ПМЖ. Кого еще ждал Петербург, узнаем в следующем выпуске. На этом все. С вами была Дарья Астанина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok